Набираем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. У нас игра в запасе и это шанс, ну как минимум, побороться с двумя Манчестерами и обойти Тоттенхэм в турнирной таблице. Понятное дело, что Ливерпуль вряд ли уже кто-то догонит, так что мы боремся, ребята, за второе место. Поэтому поддержите эту карьерку лайком, если она вам нравится, если вы ее ждете. И насчет сезона с Лигой Чемпионов, если мы туда попадем, я пока не знаю. А если будет время до выхода 22 FIFA, если мы успеем, возможно я сделаю такой супер быстрый сезон, где мы поиграем в Лиге Чемпионов. Попробуем дойти там как можно дальше, потому что я знаю, что ребята, которым нравится эта карьера, очень ждут появления Халл Сити именно в Лиге Чемпионов. Так скажем, в самом главном турнире всей этой карьеры. Ну и конечно будет интересно посмотреть, на что наша команда может быть там способна. Но для начала нужно отыграть в чемпионате, занять хотя бы второе место, нужно постараться выиграть в Лиге Европы, потому что осталось буквально три матча, если брать еще финал, в который мы можем выйти. Так что все в наших силах, сейчас мы отправляемся на игру с Crystal Palace, которые идут на 10 месте. Соперник непростой, от него тоже можно получить, так скажем, хорошую затрещину, но мы будем стараться. Так что, ребята, ставьте лайк, усадывайтесь поудобнее. Если новенькие, обязательно подписывайтесь и прожимайте колокольчик. Ну и погнали! Финли Блейк в прошлой серии оформил свой 30-й гол в чемпионате. Мо Салах идет на втором месте, но у Блейка весьма неплохой отрыв. По-моему, голов 7 там есть. Неплохой задел, но нужно, нужно забивать еще, потому что, зная ФИФУ, Салах может и по три, по две штуки начать колотить. И не факт, что даже этих 30 забитых голов нам может хватить на концовки сезона. Почти на настроен, настроены наши футболисты. Сегодня, наверное, самый серьезный, самый сильный наш состав на футбольном поле. И у нас сейчас идет игра с Crystal Palace. Через три дня игра в Лиге Европы, по-моему, или в Кубке. Да, по-моему, сначала в Кубке мы играем, а уже после мы играем в Лиге Европы. В общем, по три дня у нас будет только на отдых. Пытаемся сейчас раскрутить соперника. Это Блейк. Он заскочил в штрафную. Пытался сделать пас на партнера. Не получилось. Десять минут позади. Пока что у нас нули, но Crystal Palace сразу же при первой возможности идет в атаку. Опасная передача. Все заблокировали. И надо бежать уже в контратаку. Снова хороший розыгрыш. И вот здесь чуть-чуть на Блейка не получилось, но со второго захода проходит на Адейми. Он уже залетает в штрафную. Он бьет поворотом. И, к сожалению, мяч пущен с левой ноги. Пошла подача углового. Снова не получилось. И снова Crystal Palace пытается быстро выйти в контратаку. И сейчас у них это может получиться. Флеминг со своего фланга пошел встречать. Рядом Ньянзу. Вытеснили соперника. Уже успели наши защитники хотя бы вернуться к воротам. Мне показалось, что все-таки нарушили правила. Подтолкнули нашего футболиста. Но главный арбитр посчитал, что можно продолжать игру. И снова чуть не точная передача. И снова Crystal Palace на подступах в штрафной. Моралес. Успел. Успел забрать мяч. Еще одна атака. Crystal Palace. И на 33-й минуте они выходят вперед. Ну, где-то нам везло. А где-то, к сожалению, мы не доработали. В итоге гости выходят вперед. И здесь очень хорошую передачу отдал Долберг между двух. А Флеминг просто не успел. Вот так вот Crystal Palace нам забивает. И уже не раз мы встречались с ними. И уже не раз получалось так, что мы пропускали от них. Это такая команда, знаете, которая в любой момент может забить. Еще один заброс. На левом фланге сейчас мяч. Пошел Эммануэль. Встречает соперника. Здорово. И попробовать выйти из обороны в атаку. Но снова передача не точна. И это пенальти. Ньянзу бьет сзади по ногам. 41-я минута. Хотя бы без красной карточки. И это, ребята, шанс для Crystal Palace забить еще один. Но здесь никаких вопросов. Ньянзу оказался позади соперника. Это Долберг. И он не забивает. Нас просто Долберг прощает. Видимо за то, что он у нас куплен в карьере за Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед пока побеждает. А я напомню, что у нас с двумя Манчестерами, по-моему, равенство очков. Так что нам нужно забивать. И нужно забивать как минимум два для того, чтобы выйти вперед. Классный пас. Ну же, Адеми. Забить. Все-таки ковырнул Адеми мяч туда. В ворота Crystal Palace. Счет становится равным. И нужно, нужно бежать уже к центру. Сейчас не время слишком долго праздновать. Но это повезло. Повезло, что получилось все-таки забить. Здесь Адеми классно открылся. Классно забежал. Пробил один раз. Мяч выскакивает из-под защитника. И Адеми со второй попытки посылает его в сетку. Восьмой гол. Ребята, ничья 1-1. Пока на везении. А не на классе. У нас получается сравнять. А это опасный выход. Вот один на один. И в итоге второй забивает Crystal Palace. Ну вот какая-то неразбериха получилась в центре. Не зацепились в итоге мы за мяч. А Долберг, подхватив его, выдает голевую передачу на партнера. Сразу же здорово в коридор между трех игроков нашей команды. Ну и Моралес на выходе спасти не сумел. Неплохо. Блейк. Хорошая передача на Гонсалеса. Гонсалес. Видит в центре партнера. Но пас не получился. Матонда. Блейк. Адеми. У нас есть еще 15 минут для того, чтобы постараться сравнять счет в этом матче. Это Матонда. Пытается уйти от соперника. Буквально на плечах протаскивает мяч. И в итоге удар от ворот. Ну же. Хороший выход. Пас на Блейка забить. 2-2. 2-2, ребята. Но здесь здорово. Мы выскочили. И повезло, что этот пас прошел на Блейка. Здесь, конечно, нужно было реализовывать. Ханимен уступает Оленье. Место на поле. Это ничья 2-2. Вот в последних матчах я замечаю, что не получается у нас все время выигрывать. И снова классно. Уилкс набирает скорость. Передача на Блейка. Ну же, Блейк. Надо решать. Удар по воротам. Третий. Ребята, третий гол. Финли Блейк. Это, друзья, камбэк. Камбэчную заказывали. Она подъехала. И Финли Блейк. Многое не получалось в этом матче. Но сейчас получилось все как надо. Блейк под левую мяч убирает. Бьет в дальний. И сейчас ни в коем случае нельзя пропустить. Там еще пару минут добавленных есть. Кристал Пелос. Пользовались своими моментами. Не забили 11-метровый. И в итоге на 91-й минуте пропустили третий мяч. Вот так вот буквально за 7 минут, ребята, мы смогли отыграться. И в итоге вырвали три очка в домашнем матче против Кристал Пелос. Это, ребята, полуфинал. Это Весбромвич Халл Сити. Смотрим на стартовые составы. И здесь нам нужна, ребята, победа. Постараемся Эмирейдс Кап выиграть в этом сезоне. Так что поехали. Я думаю, сейчас матч с Весбромвич Альбион нам легче не будет. Не будет эта встреча такой же простой, как и матч с Кристал Пелос. Команда вышла в полуфинал, а это значит, что у них есть шанс точно так же, как и у нас, выйти в финал. Они будут биться, они играют у себя дома. Ну а нам, друзья, нужно максимально сконцентрироваться и постараться не допускать таких ошибок, которые мы совершали в матче с Кристал Пелос. Конечно, не всегда все зависит от меня. Иногда бывает, мяч просто выскакивает. Точно так же, как он выскочил в момент с первым нашим голом, когда Адеми пробил из-под защитника со второго раза и поразил в итоге ворота Кристал Пелос. И можно бить отсюда, но почему-то опять. Вот почему с левой? Когда нужно бить справа, игроки бьют с левой. Когда нужно бить с левой, они бьют с правой. Чистый отбор, мяч остается в поле. Снова пытался сопернику подкать и прервать передачу. А вот и Адеми. Хороший выход. Между двух защитников Адеми выскакивает. Прострел. И тут на пустые ворота, казалось бы, вылетает мяч. Может быть, не так много атак, как это было в матче с Кристал Пелос. Но Весбромвич очень здорово в центре поля навязывает борьбу, навязывает прессинг. И сейчас они правым флангом несутся к нашим воротам. Подача. Все спокойно. Это Гонсалес. Это его момент. И это 1-0. Но вот здесь он разобрался, как настоящий Голиадор. Центральный нападающий в таких моментах должен решать. Немножко дриблинга. Прокинул, пробил. И 1-0. Хорошо, ребята. Второй гол. В этом турнире Гонсалес забивает на 38-й минуте. Ну и мы продолжаем. Пока не стоит отвлекаться на этот забитый мяч. Нужно продолжать играть в том же духе. Продолжать. Также здорово навязывать сопернику борьбу. Здесь у Манеля не получилось немножко мяч сохранить в поле. Зато вот здесь здорово прочитано. Жаль посильнее. Не получилось сделать передачу. Ханимэн. Снова. Хотя бы у одного отняли. И не позволили сопернику сразу быстро пойти к нашим воротам. Это опасная передача. И здесь красавчик Флеминг. 2-1 по ударам в первом тайме. Но, ребята, какое-то максимальное напряжение витает в воздухе. И очень много борьбы. Стараемся дорабатывать просто в каждом эпизоде. В каждом эпизоде быть максимально сконцентрированными. И пока на это принесло свои плоды, мы смогли забить. Классно. Блейк отыгрался с Гонсалесом. Гонсалес штрафной. Снова Блейк. Крутит в дальний Блейк и не попадает. Еще один шикарнейший удар. Между ног защитнику или полузащитнику Весбромвича закинул Блейк. И чуть-чуть не хватило подкрутки, чтобы мяч оказался в ворота. Классная стеночка. Дэми залетает в штрафную. Убирает мяч. И слева Бейк в дальний. Рикошет. И что? Пенальти. Мяч попадает в руку. Сначала этому парню с повязкой мяч. Пролетел между ног. Теперь он попадает ему в руку. От которой мяч отлетает в штангу. И смотрим, была ли она. Ну, здесь арбитр перекрыл. Нам весь показ. А теперь нам нужно забить, ребята. Нужно забить. Блейк подходит к мячу. Берет разбег. И забивает. Забивает второй. Я побоялся. Я увидел вот это вот движение галкипера. В сторону мяча. Но он решил не прыгать. Думал, что мяч ближе к нему полетит. Играть еще полчаса. Но я делаю тройную замену. У нас выходит Берк. У нас выходит Коллинз. А также, ребята, у нас выходит Феррейра. Тройная замена. Дали отдохнуть Гонсалесу. Дали отдохнуть Ханимену. А также дали отдохнуть Девейсу. Который продолжает набирать форму после своей долгой травмы. Пока мы не выпускаем Весбромвич в центре поля. Не даем особо им разгуляться. И пытаемся просто хотя бы пока перекрывать всевозможные адресаты. Открывается Феррейра. Он отсюда может забить. Это еще один пенальти. Это еще один пенальти. Сдают уже нервишки у футболистов Весбромвича. Ну и тут никаких вопросов. Уже замахивался для удара Феррейра. И его просто снесли. Разбег Блейка. Удар поворотом. И галкипер тащит. Как он здорово. Казалось бы, маленький парнишка. Но как он здорово навязывает борьбу. Да, может быть ему не хватает где-то скорости. Где-то, может быть, не хватает немножко умений. Но он старается. Именно вот в таких матчах его нужно выпускать. Чтобы он навязывал борьбу сопернику. И снова Коллинз. Пытался Блейка найти передачи. Опасный заброс мяча. И Моралес на выходе играет уверенно. Просто лупит мяч, куда глаза глядят. И, ребята, 25 секунд. 25 секунд. Все уже все понимают. Халл Сити выходит в финал Эмирейдс Кап. А это значит, что еще один матч нас с вами ждет в этом турнире. С кем он будет, пока неизвестно. Но известно то, что мы, ребята, уже будем играть в финале. Ну сколько можно? Сколько можно, Арбитр? Ну серьезно? Да, мы пропустили. У нас был второй мяч забит. Но сколько можно добавлять? Ты добавил 3 минуты. Мы переиграли почти 7. К чему эти затяжки времени? Да, Вестхэм забили. Они молодцы. Но, точнее, Вестбромвич. Альбион. Но, ребята, к чему? К чему такие затяжки времени? И в итоге 2-1. Ну а в финале, друзья, мы встретимся с Ливерпулем. Которые обыграли 4-3 Лестер Сити. Ну а теперь, как я и говорил, нас ждет Лига Европы. Это первый матч полуфинала. Мы играем против Атлетик Клаб из Бильбао. И давайте, ребята, отправляться на эту игру. Мы играем первый матч дома. Не всегда у нашей команды получалось играть дома лучше, чем на выезде. Но вот такие вот стартовые составы. Похожие схемы, ребята. И поехали. В этой Лиге Европы у нас уже были разные соперники. С кем-то мы рубились просто с неимоверными результатами. Устраивали настоящие перестрелки на футбольном поле. Кого-то мы, наоборот, ребята, громили. И все получалось гораздо проще. Как сейчас сложится игра с Бильбао? Кто знает. Посмотрим. Они сыграли с Леоном. Тоже весьма серьезным соперником. А во второй паре там играет Аякс и Велериал. Тоже два серьезных клуба. Честно, я бы лучше сыграл, наверное, с Велериалом в финале, если получится выйти, чем с Аяксом. Потому что Аякс более такая динамичная команда. И в свое время в жизни они показывали, что могут обыграть кого угодно. То ли на фарте, то ли на везении, то ли на своем мастерстве и характере. Но сейчас у нас ни Аякс и ни Велериал в голове. Сейчас перед нами Атлетик Клаб из Бильбао. И мы, ребята, начинаем. Нужно постараться забить быстрый мяч. Все-таки в Лиге Европы, я замечаю, команды играют в более открытый футбол, чем аутсайдеры в чемпионате Англии или команды из центральной части турнирной таблицы. Это Матон, да? Сейчас он набирает скорость. Хорошая передача на Блейка. И в кой-то веке у Блейка не получился удар. А как классно партнер его вывел. И снова видит Блейка. Блейк! Пустые ворота. И Ханимен попадает в ногу сопернику. Но мы продолжаем. Продолжаем сейчас натиск. И снова Блейк. Укрывает мяч корпуса. И тут его уже накрыли. Пока такое чувство, что... Атлетика немножко паникует. И не могут они пока... Даже толком как-то выйти. Удар по воротам. Ликвидируют. Защитники. Но нужно, нужно пытаться. Чем больше ударов, тем больше шансов для того, что мяч где-то отрикошетит. Где-то, может быть, попадет в руку. Ну а вот сейчас небольшой провал уже в исполнении нашей обороны. Но здесь же офсайт был. Но молодец Моралес. Он просто как Человек-паук сдержал этот мяч одной рукой. А дыме не нужно, нужно, нужно продавить. И чуть-чуть бы повезло сейчас. Бильбао пока пытается за счет стандартов что-то предпринять. Опаснейший момент. Все. Сейчас спокойно, ребята. Это Ханимен. Потащил мяч сам. Здорово. И классная передача на Блейка. Блейк. Один в один. Надо обыгрывать. Удар Блейка. И снова рикошет. Тоненький пас на Блейка. И 1-0. Или что, офсайт? Ну вот только прошел удар. Я понимаю, Блейк. Он сейчас бьет руками по земле. Потому что это был шикарный пас от партнера. Вильяреал, на удивление, пока выигрывает на выезде. У Аякса. Ну а у нас пока, ребята, ничья 0-0. У нас были моменты в первом тайме. Нужно продолжать в том же духе работать. И продолжать натиск на ворота соперника. Матонда в штрафной. И он не успел пробить и сделать передачу. А это небольшой провал в обороне на фланге Флеминга. Его подстраховывают партнеры. И уже нужно бежать в обратную сторону. Сейчас есть преимущество у нашей команды. Ханимен играет туда направо. Ну же, адейми, надо забить. И снова. Снова голкипер тащит. Пас на Матонда. Он штрафной. Матонда. Прокидывает мяч между соперником. Но тот успевает сориентироваться. Не пускает. Матонда вперед. И снова контратак уже в исполнении. Атлетик Клаб из Бильбао. Опасный перевод мяча на левый фланг. Это пенальти. Это, ребята, пенальти. Мяч попадает случайно в руку. Казалось бы, в простой ситуации. Соперник забивает. И Моралес тащит, ребята. Мы в игре. Вот так вот. Иняки Уильямс не забивает гол. Это Блейк. Передача на Гонсалеса. Матонда. Ну же, в центр. Кидай на Блейка. И здесь не получилось. 20 минут остается еще в этом матче. Еще один заброс за Шивер. От 84-я минута. Скидка в центр. И мы все-таки пропускаем. Мы все-таки, ребята, пропускаем. За 3 минуты до конца. Атлетик забивает. Ну и здесь почему-то Девейс просто стоял. Вот иногда я не понимаю, знаете. Такое чувство, что вся разница в игре слабой от сильной команды. Что слабых футболистов иногда просто выключает. И все. И они ничего не делают. Ханимен. Есть еще немножко времени. Передача на Блейка. Блейк побежал в штрафную. Надо забить Блейк. Но голкипер успевает на выходе. Вот то, что не получилось у Моралеса. Получилось сейчас. У голкипера Атлетик Клаб из Вильбао. Но, ребята, это только первый матч. Есть еще ответная встреча. Жду вашу поддержку в виде лайков и комментариев. Подписывайтесь также на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok